Альпинистская подготовка, поясные ремни, страховочные тросы, обязательный набор кровельщика. Без этого к работе на высоте не допускают. Очищать крыши необходимо вовремя, пологие конструкции угрожают сходом. После снегопада надо сначала сбить критическую ситуацию, то есть вот шапки, которые нависают над подъездами, над тротуарами и так далее. А крыша чистится уже, скажем так, после того, как уберем критическую ситуацию. Хотя эта управляющая компания обслуживает 84 дома, ее сотрудники успевают везде. Довольно быстро реагируют, когда деревья стали, мы за юг попадали спилить, потому что уже лежали на проводах ветки. Крышу тоже чистили, когда бы был анализ вовремя. Нормально. Убирают снег из городских улиц. В первую очередь, внимание к дорогам, через которые проходят маршруты общественного транспорта. Во время снегопадов городские коммунальщики работают круглосуточно. Работа в ночь уже будет окончательно спланирована во второй половине дня, потому что исходя из складывающихся погодных условий и продолжительности осадков. То есть, если снег будет усиливаться, естественно, будет принято решение о увеличении численности рабочей техники и задействовании больших ресурсов на уборке дорог. Утром на Самарские дороги вышли 128 спецмашин и 293 рабочих. Но к обеду из-за осадков число техники увеличилось на треть. Этого вполне хватит, чтобы очистить все улицы города. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.